Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о том, почему одним женщинам везет, и они счастливы и удачны выходят замуж, и не по одному разу, а другим красивым, талантливым, замечательным. Такое счастье не выпадает. Кто виноват? И как все-таки построить свою счастливую семью? У нас в гостях Вита Некрылова, известный психолог. Итак, Вита, какие ошибки тогда совершают общепринятые, да? Или, может быть, какие-то совершенно новые, о которых мы не догадываемся, совершают женщины, у которых не получается сложить семью, выйти замуж. Может быть, весь вопрос в том, что совершенно разные взгляды на семью, женщины и мужчины, или, скажем так, методы выбора спутника жизни. Вот давайте начнем с женщин. Какие ошибки они совершают тем, кому не везет? Ну, возможно, одной из главных ошибок может быть то, что женщина ориентируется на то, что нужно мужчине, а не на то, что нужно ей. То есть? Она должна определить для себя, какой мужчина ей нужен, как будет складываться их семейная жизнь, какие должны быть у него интересы, как он должен относиться к ней. И, исходя вот из этих запросов, она должна выбирать. Женщина, как правило, относится к мужчине, к любому, с которым она познакомилась, как к своему потенциальному мужу. Она не пытается узнать его, рассмотреть с разных сторон. Она сразу начинает его бояться, что она ему не понравится. А здесь очень важно обладать максимальной информацией, понравится ли он вам. Мужчине это тоже интересно, когда им интересуются. Когда ответственность не только на нем за отношения. Потому что... Тащить на себе груз за двоих, кому же захочется. Многие женщины пугают мужчин. Слишком быстро начинают говорить о свадьбе. Слишком быстро начинают говорить о том, как они видят свою семейную жизнь. Они опережают события, не узнавая информации о том, чего хочет он. Может быть, это уже не ее мужчина, и можно идти дальше. А женщины застревают на первом мужчине и начинают продавливать ситуацию, тем самым пугая его и заставляя избегать вот этой вот ответственности. Ну, понятно, почему боятся. Потом, а вдруг лучше ничего не будет? Ну, тогда речь идет о неуверенности в себе и низкой самооценке. Почему ничего не будет? Ведь у любой девушки есть все для того, чтобы быть счастливой. Ей просто нужно понимать, с кем она будет счастливой, какой он должен быть. И таким образом искать. Она должна знать, что ее интересует, как она видит свою жизнь. Тогда будет легче. То есть должны быть четкие критерии, позиции какие-то уже, да? Да, о своей будущей жизни, о том, о чем она мечтала в юношестве. И какая будет ее семейная жизнь. Ведь именно из этого потом, когда разбираешься на семейных консультациях, что происходит. А мечтала она, например, о том, что он все будет делать. Он возьмет на себя ответственность, как брал папа. А он мечтал о том, что его жена будет встречать с ужином. И вот тут происходит столкновение. Ожидания не оправдываются. Потому что они не говорили о том, как будет, когда они будут вместе. Они увлеклись романтическим периодом и плавно перешли на другой уровень отношений. К проблемам. Да. Прямо перепрыгнули в проблемы. И получается, что брак состоялся, но он уже обречен. Но он не обречен, но с ним надо разбираться. Ну, с ним надо разбираться и работать. То, что, в общем-то, надо было делать значительно раньше. Ну, опять же, надежда на будущее у девушки, не у мужчин, а именно у женщин, тает с возрастом. И, как говорят, ложка хороша к обеду. И если ты вовремя не вышла замуж, то потом, с каждым годом это сделать, становится все труднее и труднее. Почему? Потому что женщина становится более разумной, более, может быть, прагматичной. Вот, возможно, нужно вступать в брак именно вот в этот романтичный период. Знаете, когда не замечаешь каких-то недостатков, не так серьезно вглядываешься в недостатки мужчины. Ну, может. Насколько это оправдано, что все хорошо в свое время. Ну, если там какому-то зрелому, вот если женщина очень хотела выйти замуж с юности и так старалась, что пугала мужчин, то с возрастом ей, конечно, надежда теряется. Также многие женщины до определенного возраста ждут принца, который сам проявит инициативу. Девушке положено быть скромной, не поднимать глаз, вести определенный образ жизни, а мужчина появится сам. Если так запрограммирована девушка, то, конечно, без партнера можно пребывать вечно. Никто к вам в дверь не постучится. Иногда нужно проявлять инициативу, не всегда, но хотя бы создавать ощущение безопасности. Если девушка грустная, не поднимает глаз, она одета скромно, конечно, никто инициативу проявлять не будет. Если она бывает только дома и на работе, есть слабая надежда, то, что вот на маршруте от дома до работы кто-то ее перехватит. Но надежды мало. Конечно, нужно иметь какие-то интересы и бывать в среде, где люди разделяют такие же интересы. Есть вероятность знакомства на работе, но там тоже есть всякие подводные камни, впрочем, как и везде. Но даже если на работе, там, конечно, проще. Тебя видят когда-то раскрепощенные, есть какие-то вечеринки, корпоративы, там это возможно. Что еще? Ну вот я говорила про интересы, какие-то увлечения, тот же самый отдых. Там тоже могут быть какие-то общие интересы, если молодой человек тоже ищет спутницу жизни, да, или просто они могут понравиться друг другу, и они из одного города, и потом смогут встретиться, то это тоже возможно. Еще можно использовать тот же самый интернет. Да, вот только что хотела вас спросить, а интернет? Очень многие к этому скептичат. Или клубы знакомств, которые сейчас уже и для молодых существуют. Клубы знакомств действительно вот в реальности, где люди встречаются. Да, где действительно встречаются для того, чтобы познакомиться. Это прямо вот как в психологические тренинги проходят эти клубы. Вот это да, это вот эти новшества, они очень помогают в этих ситуациях. Интернета очень многие боятся, хотя на самом деле каждая вторая пара... Так что очень много обманов, да, я разочарована. Так же, как и в реальной жизни. Не меньше, да, вы считаете? Да. Каждая вторая пара, приходящая ко мне на семейную консультацию, она познакомилась в интернете. Порой уже даже можно не спрашивать. То есть настолько распространено. Настолько распространено, да. Есть определенные сайты. У меня есть действительно ряд клиентов, которых я практически выталкивала в виде упражнения, познакомиться в интернете. И они находили свою действительно жену. Причем эти мужчины, они достаточно неуверенные в себе мужчины. И они почему пошли в интернет? Потому что им важно, чтобы к ним обратились первые девушки. Тогда им легко взаимодействовать. И именно так и случалось, и отношения развивались. Тогда, простите, вот может быть то, что сейчас современным девушкам сложно выйти замуж, одна из причин – это некое такое особое поведение современных мужчин, которые стали вот такими, не знаю, ну может быть изнеженными, что ли, которые требуют к себе особого внимания. И не секрет, что на Западе, на Западе это уже принято, в некоторых странах, не всегда, конечно, но по крайней мере это общепринято, и к этому относятся нормально, когда женщина предлагает выйти замуж, то есть за мужчину, предлагает, чтобы он на ней женился. Но это есть и у нас, не только на Западе. Но там это просто вот, то есть это уже известно, укоренилось, и это вполне, так сказать, простая, обыденная вещь. У нас, мне кажется, это еще не в такой степени. Но у мужчин очень развит страх жениться, потому что это все-таки, во-первых, ответственность. Если ты берешь жену, значит, ты должен обеспечить и ее, и ребенка. Но основной страх состоит в том, что это что, конец? Значит, я больше, у меня не будет женщины? Вот это вот одна, единственная и последняя. Ну и на всю жизнь. Страх, он в этом, он сидит на обязательном уровне, и с этим страхом всегда приходится работать. У меня была пара, которая прожила вместе 4 года, и уже время подошло к тому, чтобы отношения зарегистрировать. 4 года вместе, 4 года изумительно хороших, гармоничных отношений. Но у него возник вот этот барьер, и это надо было разбирать. То есть это, скажем так, можно успешно преодолеть вот эти барьеры? Я думаю, что это не единственный мужчина, у которого такой барьер существует. Это не единственный, как правило, большинство мужчин имеет этот барьер. Конечно, это возможно. Кроме того, мне кажется, эти барьеры очень распространены в крупных, больших городах, где возможность соблазнов, да, где огромное количество красивых женщин, и выбор большой, и остановиться на одной персоне было бы достаточно, так сказать, ограничено. Это заведомо себя ограничить. Это действительно так? Да, в городах, конечно, больше выбор, больше соблазнов, и этот барьер, наверное, сильнее, чем, допустим, в деревне. Там, где жениться просто, это необходимость. Так делали все, и это естественно и нормально, и там это происходит значительно легче, чем в городе. Какие еще ошибки совершают девушки, женщины, для того, чтобы осуществить желание выйти замуж, когда у них не получается? Что еще они делают не так? Ну, ошибки в том, что они продолжают делать одно и то же безрезультатно, и не переходят... То есть наступают на грабли, хочу сказать. Да, и не переходят, не идут каким-то другим путем. Девушка активно очень пугает мужчину, он исчезает, она продолжает делать то же самое, и не задумывается о том, почему уже там третий-четвертый раз происходит одно и то же. Ошибка в том, чтобы остановиться и попробовать проанализировать свою ситуацию, и, может быть, все-таки со мной что-то не так, а не упорно идти тем же самым путем. Хорошо, тогда такой вопрос. А как тогда выбирать мужчину, наверное, для того, чтобы это делать, нужно знать, как выбирают мужчины, наверное, да? То есть на что они-то ориентируются так в общем и целом? Мужчины и женщины ориентируются на то, чтобы им было комфортно с этим человеком. Человеку комфортно, когда он чувствует себя хорошим. Вот мужчине очень важно чувствовать себя хорошим. Что он действительно мужчина, давать ему возможность проявлять свои мужские качества. А еще он не хочет их проявлять, Вита, сейчас все это сплошь и рядом. Но он должен хотя бы получать иллюзию того, что он их проявляет. Ага, так. Это ж поговорка, да, это ж какую надо быть умной, да, чтобы выглядеть дурой. Да, перед мужчиной. То есть играть роль, играть роль. Вот буквально на днях я услышала от мужчины на консультации, что вот он встретился с девушкой в другом городе, она тоже из другого города, они... И он ей по телефону сказал, ты не покупай обратно билет, я тебе уже купил, не надо тратиться. А она приехала и сказала, не надо, я сама купила себе билет. То есть я сама себе могу. То есть уже тут он себя, мужчина, не почувствовал. Отняли у него эту возможность. Потом они гуляли. Вот как только встречалась свадьба, она говорила, наверное, и мне пора белое платье. Уже она его здесь пугала. Пункт два, да, то есть уже, значит, так. Да, пункт два. Потом она его критиковала. Вот ты живешь с мамой, тебе столько лет. Это неправильно. Это после сколького времени знакомства оно тебе уже позволяло такие вещи? Ну нет, они где-то знакомы были, наверное, несколько месяцев. И то есть эта встреча, которая могла бы быть романтической, была возможность перейти на другой уровень, но девушка совершила вот несколько ошибок. Это критика, отсутствие комплиментов, это непринятие его мужского жеста, и это то, что она говорила о свадьбе, она форсировала события, можно было не спешить. То есть девушки у нас стали такие очень самодостаточные слишком, да, получается, такие сами себе хозяйки, и не только себе мужчинам это не нравится. То есть они берут на себя мужские функции, я бы так сказала. Ну, критика не нравится никому. Конечно. Это надо знать точно, да. И что нравится? Нравится принятие, и нравится возможность себя реализовывать. Конечно. И как-то совместно дальше строить эту жизнь. У нас очередной звонок в студию. Пожалуйста, говорите, мы основательно слушаем. Алло. 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 Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, такая беседа интересная сегодня, очень актуальная, мне кажется. Ну, если позволите, вот несколько таких реплик, у меня такое ощущение складывается, что вот таких мужчин, за которых хотелось бы выйти замуж, их практически не осталось, их очень мало. А вот вторая история такая, моя подруга, ей уже 50, и я не скрою, она очень такая харизматичная, хотя, в общем, она все время говорит о том, что, ну, как бы, я все харизматичная. Но как у нее, вы знаете, роман за романом, муж за мужем. И все мужчины такие достойные, и красивые, и самостоятельные, и сильные, хотя она человек не слабый, а они готовы пасть к ее ногам. И она просто вот выбирает между ними то, что вот у меня сейчас, допустим, в жизни такого нет. Вот почему-то получается, а у меня нет. А я не скажу, что она слабый человек, и там, допустим, она подстраивается под какого-то мужчину, нет, она сама по себе, вот она такая самодостаточная, уверенная, материально обеспеченная. Что-то мужчин к ней влечет, да, вот такое? Да, вот что привлекает, вот что? Да, вот что. Хотя вот она говорит, что у меня это, сказать, у горят, это больше всего у нее. Но ситуация, сказать, показывается совершенно обратная. Спасибо, да, вот очень интересный вопрос. Действительно, у меня он был заготовлен. Каким секретом обладают те женщины, которым вот так везет в семейной жизни, скажем так, которые везет с мужчинами? Ну, вопрос был не о семейной жизни, а о количестве мужчин, которые рядом с ней. И каждый мужчина, он может быть по какой-то своей индивидуальной причине рядом с ней. Ведь несмотря на то, что она такая замечательная, у нее все хорошо, она почему-то не замужем. И вполне возможно, что ее устраивает именно... Нет, и мужья у нее были, она сказала, телезрительницы, она их... Ну, так хорошо, она перешла на другой вид брака. Может быть, это можно назвать многомужеством. Видимо, у нее и семейная жизнь сложилась хорошо, то есть она и замуж вышла, и плюс, и вообще на нее мужчины обращают внимание до сих пор. Вьются вокруг женщины. Ну, очень хорошо, значит, она дает им какие-то очень важные ощущения. Ощущение может быть того, что они мужчины. С ней комфортно. И она, видимо, не стремится переходить на другой уровень отношений, выходить замуж. А это мужчин очень привлекает. Тем более вот в этом возрасте. Ответ может быть таким, что она не стремится перейти на уровень семейный. А на этом уровне мужчинам действительно очень комфортно. То есть нет никакой ответственности, жениться не зовут. Хотя вот тут, как говорят некоторые психологи, и нужно мужчину брать и завоевывать, потому что, скажем так, он начинает вам доверять на этом этапе, что вы ничего плохого с ним не сделаете. Ну, вы знаете, еще вот не надо сбрасывать со счетов, что есть такие мужчины, которые активно предлагают выходить замуж, но это может длиться бесконечно. Они могут начать предлагать выйти замуж на первом свидании, тем самым удерживая женщину рядом в надежде на то, что это осуществится. Но потом находить у нее какие-то ловушка, манипуляция, находить у нее какие-то минусы и говорить, что вот если бы не это, ты вот это исправь, а мы потом посмотрим. То есть переделывать под себя, что называется? Не переделывать под себя, а сохранять отношения без ответственности. А, искать причину. Искать причину. Сам он не готов к тому, чтобы жениться, поэтому он может манипулировать всякими способами. А вот гражданский брак тогда в этом случае является ли тоже некой манипуляцией? Потому что когда я прочитала, что мужчины воспринимают гражданский брак как... То есть женщины воспринимают гражданский брак как ступень перед уже настоящим браком. А мужчины очень часто расценивают его как либо оттягивание настоящего брака, либо вообще не вступление в него, либо как возможность дождаться той единственной, которую он пока не встретил. Но пока пожить вот с этой женщиной. Скоротать время, что называется. Вот как относиться к гражданскому браку? Он мешает настоящему браку? И вот некоторые психологи делали вот такие исследования и считают, что если женщина, скажем так, повелась на это, да, и более двух раз разрешила вот так пожить с ней, временно пожить, да, попробовать, то у нее шансов выйти замуж становится все меньше. Ну нет, достаточно много браков, которые зарегистрированы после там нескольких лет совместной жизни. У меня тетя прожила всю жизнь в гражданском браке, они расписались только практически уже на пенсии, только для того, чтобы распределить наследство между детьми. Прекрасно жили всю жизнь. Но если действительно женщина хочет выйти замуж, то гражданский брак не должен продолжаться долго. На каком-то этапе она должна заявить о том, чего она хочет. Сколько должен продолжаться гражданский брак? И вот чтобы наши женщины поняли, что вот уже после, конечно же, опять же, я говорю, что бывают и конкретные какие-то случаи, частные, но вот в целом, по вашим наблюдениям, когда уже не стоит продолжать это отношение, и вряд ли вам мужчина предложит выйти замуж. Ну, в общем-то, в первый год жизни видно, складываются отношения или нет, комфортно вдвоем или некомфортно, умеют находить компромиссы или все время возникают конфликты. И ей самой нужно задуматься о том, нужно ли ей переходить на другой вид брака. Нет, хорошо, если все нормально, но мужчина не предлагает выйти замуж. Об этом надо говорить. Очень важно не молчать. Очень многие женщины молчат, ждут бесконечно о том, что это должно произойти само собой. А мужчине кажется, что все в порядке, поэтому он тоже об этом не задумывается. Всех все устраивает. Необходимо разговаривать в отношениях и говорить о своих желаниях. Некоторые психологи утверждают, что 22 месяца должно пройти в гражданском браке. Если нет предложения руки и сердца, то уже можно подумывать о том, что ничего не будет. Может быть, нет предложения, потому что она не говорит о том, чего она хочет. Но если она хочет, говорит, и ничего не происходит, это действительно... Тут надо задуматься, что происходит. И если мужчина не хочет переходить на другой уровень, нужно выяснять, почему. И все-таки, почему на одних женится, одних любит, а на других женится? Это потому что наша программа так подходит к концу, осталось несколько минут. Какие рекомендации вы могли бы дать нашим девушкам, женщинам, для того, чтобы не обманываться, как можно меньше ошибаться, и в конце концов построить свою семейную жизнь? Или если вдруг уж ничего не складывается, то как быть? Если ничего не складывается, нужно разбираться и двигаться дальше. Не надо останавливаться на том, что ничего не получается. Ищите выходы. Их всегда несколько. Особенно вот в ситуации, когда не складываются отношения с мужчинами. Поищите причину в себе или, может быть, в каких-то своих ошибках. У любой женщины есть все для того, чтобы быть счастливой, для того, чтобы быть рядом с мужчиной. Всегда ориентируйтесь на себя, кого вы хотите видеть рядом с собой. Выбирайте. Не первого мужчину не считайте за единственного в этом мире. На самом деле из всего огромного количества мужчин на Земле вам нужен всего один. Да, прекрасно. Ну и все-таки есть какие-то такие общепринятые правила такие, ну, может быть, самые яркие, которые подойдут для всех? Не говоря об индивидуальности, потому что за какими-то решениями индивидуальных проблем все равно придут к вам, то есть к психологам. Вот то, на что стоит ориентироваться всегда, помимо того, что вы сказали уже. То есть прежде всего, мне очень понравилось, что нужно выбирать мужчину, с которым вам комфортно, да, и не подбирать его только потому, что вам надо замуж, да, и не думать о том, что, ой, вдруг он последний, да, в моей жизни. Что-то еще. Но еще нужно ориентироваться на то, чтобы было комфортно и ему. Если он в отношении, всегда очень важно, что если вы что-то получаете, вы обязательно должны что-то отдавать, это всегда обмен. Если обмена нет, кто-то из пары страдает. Вот этот момент тоже очень важно учитывать. Насколько важны вот такие утверждения, что мужчине нужна женщина, которая хорошо готовит, там, убирается, значит, в доме, то есть хозяйственная, одним словом, да, красивая, хозяйственная, умная. Действительно ли нужно этому соответствовать, как раньше это делали, я не знаю, там, в школе благородных девиц готовили, так сказать, давали шикарное образование, чтобы девушка могла быть достойной матерью своего супруга, в смысле достойной матерью своим детям и женой своего супруга. Ну, эти все качества, красота, хозяйственность, они, конечно, очень важны, но все-таки они вторичны. Первична – это личность человека, и как он готов взаимодействовать со своим партнером. Если он доброжелательный, имеет какие-то интересы, понимает, что нужно его партнеру, тогда отношения вполне могут сложиться. Какие же жены все-таки нужны нашим мужчинам? О чем мечтают и чего хотят наши мужчины, когда вот приходят к вам, приходят мужчины на прием? Чего они хотят? Чтобы наши женщины сейчас услышали, вот что? Ну, если говорить о тех мужчинах, которые приходят ко мне со своими проблемами, то они хотят тепла, внимания, понимания, чтобы их не держали за банкомат. Это я вам выражение одного из мужчин привожу. Чтобы у женщины была не зациклена только на нем, чтобы у нее были тоже какие-то свои интересы. женщины, чтобы она любила детей, и чтобы она любила его. Ему очень важно давать ощущение, что его любят, что он хорош. Любого причем, с деньгами и без денег, правда? Конечно, да. Раньше же ведь так любили. Да, так ведь это. Хорошо, наша программа подходит к концу. Ваше короткое пожелание нашим телезрительницам и телезрителям. Я желаю вам ориентироваться на свои желания, не отчаиваться и всегда идти вперед. Да, тогда вы выйдете замуж, и, возможно, не один раз, дорогие девушки, дорогие женщины. Поэтому помните об этом, что нужно любить прежде всего себя. Надо уважать себя, любить себя. Тогда вас полюбят и будут уважать и другие, и счастливая семья, счастливый брак вам обеспечены. Помните об этом. А еще о том, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет Нитя Рядны, ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и обязательно будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон»